Девушки отдыхают Комиссар, не возьмусь, довольна с меня Не говорите сразу, нет Я вас сведу с этим парнем, тогда посмотрим Надеетесь уговорить, Шопенгауэр Но я в слове тверд, не то, что мои коллеги Не упрямьтесь, Вебер Взгляните, какая погода Чудо, так что, может быть, все-таки съездим? Кажется, я вам ясно сказал, чтобы вы на меня не рассчитывали Я вас жду на Юнкерштег Альстер павильон Меня не будет там Превосходно, через полчаса Я не приеду Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вам приходилось что-нибудь слышать об этом Херверте Герцте? А почему я должен был слышать о нем? Ну как почему? Его имя иногда встречается в газетах По телевидению передавали интервью с ним И фильм о нем снимали, да? Нет, фильмы пока еще не снимали Ну ладно, к делу Где у него украли эту его выставку? В Бренсхагене, в отеле он там остановился Из номера унесли Все выставку? Угу Я думаю, вряд ли он ее держал в портфеле, который ничего не стоит незаметно вынести Нет, конечно Он ее возил в трех огромных кофрах Ага И все три сумели стащить, не оставив никаких следов? К сожалению, полиция Ренцхагена не обнаружила следов Угу И все-таки не надейтесь, Шопенгауэр, что вам удастся всучить мне это дело Так же, как вам удалось вытащить меня на прогулку Я не возьмусь за него Почему? Неприятности не оберешься А вознаграждение два пфенига Оказывается, вы гонитесь теперь за деньгами? Гонюсь и думаю, что в этой стране найдутся еще такие же А раньше вы спрашивали не только о том, сколько получите Шопенгауэр, налаженный полицейский аппарат не может найти эту дурацкую коллекцию А вы ждете чудо от какого-то частного детектива Это же нелепо Кто вам навязал этого герцога? Вы знаете Шорфа? Шефа третьей следственной комиссии? Да, да, вот именно Ах, да Ведь это он три года назад взвалил себе на плечи тот процесс Да, кстати, за это он может благодарить герцога Рад, что вы приехали, герр комиссар Боюсь, напрасно вы радуетесь Мне не удалось заинтересовать герребедера И все-таки благодарю за то, что приехали Ну что ж Давайте пройдемся Почему вы считаете, что Ренсхагенская полиция ваш материал так и не найдет? Видите ли, ее шеф доктор Драхвиц тоже представлен в моем собрании Я сказал бы даже, что он гвоздь выставки Угу Рахвицу нечего опасаться, он давно реабилитирован Ну а другие? Кто еще? Да, были и другие А кто главный? Штандартенфюрер СС доктор Эрих Флюгер Он скрывался под чужим именем после войны А в 46-м бежал за границу Куда именно, не знаю А почему у вас такое непопулярное хобби, молодой человек? Чаще всего парни любят теннис Многие собирают почтовые марки А вы преступников Для чего? Этот вопрос мне уже задавали Да ведь он напрашивается Вы учились в юридическом институте А потом вдруг оставили его Ради любви к коллекционированию Не вижу в этом пользы Ну хорошо Но почему вы привезли выставку в Ренсхаген? Почему в эту деревню? Я привез ее туда к ежегодной встрече эсэсовцев Уж сегодня-то я дороюсь Это то самое место Да-да, вы угадали Все эти люди больные Конечно, и этот старик тоже Он здесь уже давно С июля 1942 года Во время войны его послали на работы в Россию Он попал на Украину В первое время у него бывали свободные дни Он совершал прогулки в окрестностях города Однажды он, видимо, заблудился Иначе он не попал бы туда, куда попал Выйдя из-за пригорка Он вдруг увидел яму 20 метров длиной, 5 шириной Она была наполовину наполнена человеческими телами Люди лежали друг на друге С окровавленными головами Некоторые были еще живы Словом, он увидел плод ежедневной работы одного из особых отрядов А руководил ей штандартенфюрер доктор Эрих Флюгер Он сидел, свесив ноги в яму и курил Да, как ни в чем не бывало, спокойно курил Был он тогда молодым Лет 20-22 На вид он не был злодеем Вокруг ни одного звука Кроме редких стонов из глубины ямы И светлое ясное небо К яме уже привели новую группу людей Все они были раздеты И девушки, и старухи Школьники Молодые мужчины Ну, в общем, все они Все И была там женщина с ребенком Совсем маленьким грудным ребенком месяцев шести Они молча подошли И молча стали в ряд И вдруг раздалось какое-то воркование Веселое, тоненькое Это чему-то смеялся и радовался тот самый малыш у матери на руках И тогда это случилось Эсэсовец подошел и вырвал ребенка у матери К тому времени остались живых ребенок и она Мужчина, который совершал прогулку Видел, как он швырнул ребенка вверх и выстрелил в него Когда мужчина вернулся в отель, ему подали письмо Из дому сообщали, что его жена родила сына Мужчина страшно закричал Он лишился рассудка Его навязчивая идея, что убитый при нем ребенок и есть его сын И теперь, спустя 20 лет, он все еще роет Ищет сына Он его так и не видел Может, хватит на сегодня? Пойдемте Снова зря Наверное, завтра вам повезет Завтра повезет Добрый день, Гергец Как приятно, что вы не забываете навещать отца Когда вы приедете в Ринцхаген? Завтра вечером Доброе утро! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу. 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 Герц Эй, Герц 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 Продолжение следует... 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 Я хочу выпить. Найдется у вас что-нибудь? Коньяк, виски? Лучше водку, если можно. Много и неразбавленную. Много и неразбавленную. Продолжение следует... Об этом не беспокойтесь. Я не впервые играю с полицией в кошки-мышки. Там, откуда я родом, довольно просто относятся к блюстителям порядка и закона. Да, вы были абсолютно спокойны, когда говорили с этим полицейским. Вам приходилось близко видеть ягуара? Не в зоологическом саду, а на воле. Бог милого. А мне да. Вот этого? Да. Я здесь тележала в Бразилии и считаю ее своей родиной. А, кстати, кто вы такой? Меня зовут Вебер. А меня Жанет Мессемер. Жанет? Это имя, все, что я получила от своего папаши. А моей матери, оно напоминало ее чересчур веселой жизни в Париже. Но что с вами будет дальше? Да. Вам, я считаю, лучше всего поскорее уехать из этого города. Наоборот, мне нужно остаться. Да? Я уеду после того, как будет раскрыто убийство. Не понимаю. Вы шутите? Ах, вы из полиции. Это бы еще ничего. Перед вами частный детектив. Так вот, оказывается, какие они. Не знала. Хоть иногда на сон грядущий читаю Агату Кристи, что, в сущности, довольно скучно. У вас строгий вкус. Спасибо. Я могу на сегодняшнюю ночь предложить вам приют. Конечно, если он вам нужен. Он мне нужен. Вы, наверное, устали. Сейчас я вам приготовлю постель. Вы разрешите воспользоваться вашим телефоном. Я должен поднять в атаку свои войска. Прошу вас, генерал. Благодарю. Это Вебер. Я звоню из Ренцхагена. Герц мертв. Да. Я был в отеле в его номере. Он убит. Ножом он торчал между шейными позвонками. С убийцей он, наверное, был знаком. Очевидно, доверял ему. Тот бы иначе не смог так близко подойти к нему. Да, я комнату обыскал, но ничего не обнаружил. Из номера по соседству доносилась музыка, разговор. Потом кто-то кричал, угрожал убийством. Тут же прибыла полиция. Очевидно, ее вызвали. Ну, а я поспешил исчезнуть. По-моему, вы спятили, а? Нет. Господи, боже мой, кто же теперь поверит, что вы не причастны к убийству? Вы дослушайтесь, спокойно все обдумайте, Шопенгауэр. Я уверен, что это просто ловушка. Когда я потом вышел и открыл дверь в тот номер, то оказалось, что это вовсе и не комната, а кладовая, вы понимаете? А музыка и ссора, магнитофонная запись. Очевидно, это сделано для того, чтобы мне приписать убийство. И что же теперь делать? Что ж, Шопенгауэр, вы должны приехать. В эту историю вы меня втравили. Хорошо, приеду. Возьмите с собой фрезы. Адвоката? Да. Позвоните сегодня, вечером вы его застанете. Надеюсь, что шеф местной полиции не устоит перед троими. Служанка слышала, как кричали, еще одно слово, я тебя убью. Хозяин и его гости показывают, что Герребер прошел наверх. Немного позднее этот герст был найден мертвым. Я еще не встречал такого бессмысленного запирательства при таком обилии уличающих свидетельств, хотя имел дело с преступниками всю жизнь. Я принимаю к сведению все вами сказанное, но, увы, согласиться с этим не могу. С чем это? С тем, что вы всю жизнь имели дело только с преступниками. Но ведь я криминалист, Герр Фрезе. Ну, лучше оставим эту тему. Вернемся к вашим многочисленным свидетелям, которые, правда, ничего не стоят, потому что они не видели, как Гербер входил к Герц. Не правда ли? А это главное. Ну, а все остальное чушь. Итак, вы продолжаете настаивать на том, что не входили в комнату номер 6. Прошу ответить. Он туда не входил. Гербер сам ответит мне. Нет, ферр-советник юстиции, я возражаю. Гербер сюда не приведен. Он явился добровольно, желая объяснить компрометирующие его обстоятельства с помощью своего адвоката. Он мне платит такую огромную сумму за эту работу, что грешно было бы не оправдать его расходы. Верно? Итак, я начну с самого начала, если позволите. Херр Вебер условился о встрече с беднягой Герцем. Когда в условленное время он постучал в комнату номер 6, ему никто не открыл. Тогда Вебер снова спустился вниз и вышел из отеля. Если бы он действительно открыто вышел из отеля, его бы непременно заметил хозяин и все те, кто там играл в скат. Тот, кто находится за стойкой или у игорного стола, не может видеть входной дверь. Я это проверил. А что вы скажете о скандале? Служанка его услышала и потому подняла тревогу. Это ведь было в другом номере. Херр Вебер вам говорил, что когда он стучался в комнату номер 6, из комнаты рядом доносились голоса о спорящих. Рядом с номером 6 не комната, а кладовая. Очень маленькая, к тому же. По-вашему, значит, двое мужчин как раз там и поссорились. Попробуйте доказать мне, что не там. Нет, вам не удастся моего клиента обвинить в этом убийстве. Ну и, как при любом преступлении, прежде всего нужно выяснить, какую ибо оно. Кому выгодно. Я как-то уже привозил к вам старшего комиссара Шопенгауэра из Гамбурга. Я думаю, что его показания не вызовут у вас сомнений. Так вот, комиссар готов засвидетельствовать, что Вебер познакомился с убитым не ранее, чем за два дня до его смерти. С какой целью он навестил его? Герц обратился в связи с украденными у него документами к моему клиенту, но до дела не дошло, потому что Герц был убит. На мой взгляд, кражи документов и убийства не могут быть не связаны друг с другом. Если вы найдете вора, похитившего документы, то можете считать, что убийца у вас в руках. Неужели вам не кажется странным то обстоятельство, что Герц был убит как раз тогда, когда Херр Бебер пришел в отель? Вот уж нет. Герц, очевидно, имел неосторожность в разговоре с кем-то сказать, что ждет детектива. Убийца мог это услышать и использовать в своих целях, таким образом, чтобы подозрение пало на моего клиента. Нет, я бы сказал, что в этом деле есть другие странности. Вот, скажем, поведение хозяина. Когда служанка ему сообщает, что какие-то мужчины ссорятся по соседству с шестым номером, он что, пробует выяснить, в чем дело? Нет, ничего подобного. Он вызывает полицию. Как же иначе? Ведь там грозили убийство. Да-да. И через минуту полицейские машины подъехали к отелю. Сразу две. Это свидетельствует о том, что мы всегда наготове. Насколько мне известно, у вас всего пять машин. На весь округ всего пять. Эти две машины, значит, как раз тогда были неподалеку. А следственная комиссия, которая появилась подозрительно быстро? Ее вызвали из управления. Там так поздно работают? Коллега, разве не бывает так у вас в Гамбурге? Как все сошлось. Собственно, мы должны быть благодарны за оперативность, проявленную вами и вашими людьми в этом случае. Теперь ведь получается, по вашей логике, что мой уважаемый клиент сделал следующее. Как-то успел за одну минуту не только убить свою жертву, но и уничтожить отпечатки пальцев. А затем, выпрыгнув через окно во двор, неизвестно куда скрыться. Нет, я в советник юстиции. Герц, конечно, был убит до того, как мой клиент стучался в дверь его номера. Он был убит ножом. Его закололи. Ах так. Вы что, не знали, Керфрэз? Откуда же я мог знать? Хм. Думаю, что теперь Хэрр Вебер может быть свободен. Нет. Потому что и сейчас он мне внушает серьезные подозрения. Я не знаю, Хэрр-советник юстиции, кто вам дает дурные советы, но вы ищете виновных там, где их нет и не может быть. Сегодня я встретил здесь нескольких молодчиков, которые приехали уже на традиционную встречу эсэсовцев. Это не имеет отношения к делу. Вы знаете доктора Флюгера? Кто это доктор Флюгер? Мы считаем, что Герц убил доктор Флюгер. Почему он? У него были на это причины. Украденные документы его изобличают. Практически он скрывается с 46-го года. Но мы думаем, что он уже вернулся из Южной Америки и живет здесь. В нашем городе? А почему нет? Рынсхаген достаточно укромное местечко, верно? Абсурд. Не говоря уже о том, что это всего лишь гипотеза. Вы знаете доктора Флюгера? Нет, не знаю. Доктор Флюгер был штандартенфюрером СС и руководителем одного из особых отрядов, которые подчинялись службе государственной безопасности. Не помню, к сожалению. Если общественность заинтересуется этим, а мне удастся ее заинтересовать, то, пожалуй, я освежу вашу память. И даже проявлю не меньше умения, чем вы и ваши люди теперь, когда рейнсхагенская полиция обвиняет в убийстве заведомо невиновного человека, очевидно, желая прикрыть преступления бывших эсэсовцев. Я вас не задерживаю, Херребер. Но предупреждаю, что не потерплю вмешательства в нашу работу. Вы поняли? И вы пока останетесь здесь, в городе, в нашем распоряжении. Но если выяснится, что вопреки утверждениям вашего адвоката вы входили в комнату номер 6, мы снова увидимся. До свидания. До свидания. Шмидт, неотступно следуйте за ним. Сообщайте о каждом его шаге. Слушаюсь. Анка! Проводите гостей наверх. Нелегко было бы вам меня убедить, что Вебер не входил в комнату номер 6. Допустим, вы не поверили, а я все-таки настаиваю на этом, что дальше. Ну, я бы, например, спросил у Вебера, где он пропадал целую ночь. Вот этого я ждал и боялся, и потому сразу взял советника юстиции в оборот, чтобы ему было не до лишних вопросов. В общем, пока мы выиграли передышку и только. Да. Драхвецу позарез нужен свидетель, который видел, как я туда вошел, и он, конечно, найдет его. А ведь убийца где-то здесь. Я уверен в этом. Прошу вас. Да-да. Скажите, с 6 номера запрет уже сняли? Да, сегодня утром. Он кем-нибудь занят? Кто будет претендовать на комнату, в которой только вчера убили человека? Ваши постояльцы так чувствительны? Убийство в моем отеле мне дохода не принесет. Посидите меня в этой комнате, если не хотите убытков. Вы серьезно? Вполне. Ну, пожалуйста. Я скажу, чтобы отнесли ваш чемодан. Я вчера обыскал труп, все вещи Герца и абсолютно ничего не обнаружил. А что вы искали? Документы, разумеется. Но позвольте, ведь их украли еще до убийства. Ну да. Ведь украденные документы были копии, значит, вы искали подлинники. И вы думаете, Герц возил их с собой? Возможно. В таком случае их забрал, убийца. Нет, он их не нашел. А если нашел? Но ведь тогда Герц был бы жив. Как раз то, что он не нашел подлинники, можно считать вероятной причиной убийства. Герц, будь он жив, мог снять с подлинников новые копии и таким образом восстановить свою выставку, чего Флюгер не хотел. Это вы слышали вчера, как наверху ссорились? Я. Не помните, в каком номере? Помню, в шестом. В конце коридора. Но рядом с шестым есть еще один номер. Не номер, а кладовая. А может быть, голоса доносились именно оттуда? Ведь вы, наверное, были не так близко, чтобы утверждать что-нибудь. Здесь я ничего не могу сказать. После работы, если угодно. Что-нибудь закажете? Рекомендую вам телячьи почки. Спасибо, мы еще подождем. Как угодно. Этот, наверное, тоже какой-нибудь бывший. Мы с ним с первого взгляда очень понравились друг другу. Вы не сможете остаться, да? Да, я должен уехать в Гамбург. А вы? Останусь пока. Побываю в адресном бюро, наведу справки. Ну да, конечно. Узнайте прежде всего, кто в последние годы вернулся из-за границы. Среди них должен быть флюгер. Продолжение следует... Ну, Шлихтинг, что вы слышали нового об этом деле? Я не был еще сегодня в Ланскнехте. Я тоже. Все утро вел переговоры с людьми из Килля. Как ваши акции? Ну, вы помните, надеюсь, о приглашении на сегодняшний вечер? Да, и буду точно. Вчера вы тоже обещали быть точно к партии в Скат. Но опоздали. Да, да, действительно. Извините, мне пора. У меня прием. Приветствую новоиспеченного министра культуры. Но преждевременно выборы в Ланске еще не закончились. А я не сомневаюсь в твоем успехе. У меня нет оснований. Жаннат, если я получу мандат, у меня останется мало времени для тебя. Вот это уже грустно, очень грустно. О, кто идет? Мой Шерлок Холмс? Приятный молодой человек. Да? Не хочешь ли ты пригласить его на сегодняшний вечер? Если тебе этого хочется, да. Ну, что ж. Вам, значит, не оторвали голову в полицейском управлении? Видите, она со мной. Ну, входите. У них пока недостаточно улик для ареста. Как я поднимался по лестнице, видели? А вот что я вошел в эту проклятую комнату, утверждать никто не может. Может. Кто? Я. То есть как? Ведь я же вчера была недалеко от вас. Когда вы кому-то по телефону сообщали, что вошли в эту комнату. Вот вы меня сейчас напугали. Но меня бояться не следует. Я ведь теперь ваша сообщница. О, как это страшно. А вы знаете, какая мысль мне пришла сейчас в голову? Я весь в нем. Садитесь. Я уверена, что кто-то хочет свалить это убийство на вас. Но ведь этот кто-то, значит, должен был знать, когда вы сюда приедете. Верно? Допустим. И мне кажется, что я даже знаю, кто это. Кто? Я все по порядку. Не умею в двух словах. Я почти каждый день бываю в Ланскнехте. И вот как-то во время обеда разговаривала с Герцем. Его интересовали антикварные вещи. Ну, а я, мне трудно объяснить, но мне показалось, что в нем есть что-то интересное и очень странное. То есть, для меня странное. И ведь действительно, чего ради? Такой образованный, умный, молодой человек всюду возит эту выставку. Мне кажется, это можно понять. Я пыталась. Даже спрашивала его о причинах. Угу. Ну, а он? На такие вопросы он ничего не отвечал. Но, правда, он мне охотно доверил нечто другое. Он сказал мне, что приедет частный детектив, как будто из Гамбурга, которому он поручил разыскивать документы. Но рядом стоял хозяин отеля. И он все это, по-моему, слышал. В этих сведениях есть что-нибудь полезное? Они хоть чуточку вас заинтересовали? О, да, весьма. Этот хозяин, что он собой представляет? Видите ли, если бы вчера искали его, а не вас, я бы не оказалась столь легковерной. Благодарю. Пожалуйста. Он не всегда жил в Ренсхагене, да? Отель он арендует, может быть, переселенец. Познакомьтесь, пожалуйста, Гэр Вебер, доктор Вук. О, да мы уже почти знакомы. Ведь это вы играли в скат вчера вечером. Должен сказать прямо, что я не похвалил женат за ваше вчерашнее приключение. Она слишком доверчива. И во всем полагается на интуицию. Ну, а теперь, когда я вас вижу, думаю, что на ее месте поступил бы так же. Польщен. Вы уладили недоразумения с полицией? О, да, конечно, еще утром. Вот это приятно. Между прочим, сегодня у нас небольшой званый вечер. Был бы очень рад видеть вас. Спасибо. Ах, ах, вы все ему рассказали. Разумеется, все. А как же, мы ведь живем вместе. Так вы замужем? Нет, нет, еще нет. Ну, я ручаюсь, что Лук не доставит вам неприятностей. Он исключительно порядочен. Да. Добрый день, извините за вторжение. Добрый день. О, это мой друг, доктор Петер Фрэзе. Знакомьтесь. Хм, известный адвокат. Совершенно верно. Но его клиент, кажется, спасен вами. А наш милейший хозяин отеля, очевидно, переселенец. Да, а вот здесь и другие приезжие. Некий доктор Шлихтинг. Знаете его? Он партнер Буга Паскату. И только? Нет, он еще зубной врач. Доверю ему, пожалуй, свои зубы. Он ведь не был записан, и я его не приму. Я ему говорила это. А известно ему, что у меня частный прием. У него острая боль, и он готов заплатить сколько потребуется. Что же мне его выгнать? Ну, бог с ним, зовите. Пожалуйста. О, да ведь мы уже, кажется, знакомы, верно? По-моему, нет. Но вчера вы играли в скат в Ланскнехте. Ах, да, совершенно верно. Чем могу быть полезен? Какой зуб у вас болит? Внизу. И что же он, внезапно заболел? Да, внезапно, сегодня утром. Вы детектив? Да, и при том частный. Вы приехали в связи с этим делом о краже. Теперь оно осложнилось убийством. Да-да, я знаю, ужасно. Думаете, и кражи, и убийства совершены одним человеком? Да. Кого-нибудь подозреваете? Да. Ах, так. Кого же? Некое вы доктора Флюгера. Вы знаете доктора Флюгера? Доктора Флюгера? Такого не знаю. Флюгер, это ведь довольно распространенная фамилия. Доктор Флюгер. Нет, не знаю, я в этом уверен. Возможно, теперь у него другая фамилия. Почему бы он стал ее менять? А он, видите ли, замешан в убийстве 18 тысяч человек. Как-то не очень верится. Это были евреи. Ну, прошу. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. У вас есть фото Флюгера? Увы, нет. Ведь все материалы выставки были украдены. А подлинники? Что вы хотите сказать? Я думаю, что фотографии, которые демонстрировались, были копиями. Но, очевидно, и подлинники где-то есть. Найти их все равно невозможно. Жаль. Ну, давайте посмотрим, что у вас. Внизу слева, да? Нет, вверху. Что? Вы сказали внизу. Ну, значит, я перепутал, извините меня. Верхний, разумеется, верхний. Ага. Этот? Да, как будто этот. Да, плохой зуб. Можно его подлечить, но вряд ли он надолго вас оставит в покое. Я в таких случаях советую обычно удаление. Так что, удалим? Да. Что вы здесь делаете? К Раулю Вебера. Он наверху. Вот как. Да, значит, у доктора гость. А вам что известно о докторе Флюгере? Кое-что известно. Ну, например, то, что он приехал недавно в этот город, из-за границы. Раньше он не жил здесь, он не из Северной Германии. Имеет ученую степень? Да. В какой же области он отличился? Я думаю, в медицине. Почему, собственно? А нож был в открыт как раз между шейными позвонками. Ведь это место нужно знать. Ага. Остроумная догадка. Сейчас я вам сделаю инъекцию, и вы ничего не почувствуете. А ведь за границей вы жили довольно долго, доктор. Да. Кажется, с 46-го года. С 46-го. И вы тоже не из Северной Германии. Да, вы опять угадали. Прошу вас открыть рот. Прошу вас открыть рот. Не беспокойтесь, доктор, ведь у меня ничего не болит. Я знаю это. Я понял, что вы шутите, Герр Вебер. Но испорченный зуб у вас все-таки есть. Внизу, справа. Его нужно удалить. Да? Как мне не жаль. Ну, что ж. Только я, знаете, против того, чтобы это делали вы. Херр Вебер, ваше пальто. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Кто стрелял? Не знаю. Но он в меня попал. Ты убит. А я нет. Каморат! ПОЕЩЕЙСКИЙ СЕМЕЛЬНЫЙ 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 СЕМЛЬНЫЙ СЕМЕ Добрый вечер. Выпить что-нибудь хотите? В сиюмочку вермута. В сиюмину. Спасибо. Останетесь до встречи. Да, это должно быть любопытное зрелище. Бывает очень много интересного. Как в Кёльне на карнавале. У каждого города свои аттракционы. Да пейте пиво, наконец. Извините, но у нас сегодня званный вечер. Не хочу больше. Оно уж давно выдохлось. Камарат, ты где воевал? На Восточном, а? У дерьмо. Ты сам дерьмо. Хозяин, два пива. Два пива. Две кружки пива. Здесь как будто вчера вечером не было никого, кроме играющих в скат. Так что вы должны были заметить, выходил ли кто-нибудь из них. Куда? Ну, хотя бы в эту дверь. Вы думаете, в туалет? Да. Нет. Кажется, вы пришли в полдевятого. Они приходят ровно в восемь. К половине девятого выпивают две кружки. Нет, никто не выходил. Но, правда, один из них вошел через эту дверь. Он всегда так ходит. Ему просто удобнее через двор именно в эту дверь. А кто это? Доктор Шлихтинг. А вчера он к тому же появился не в восемь, а в десять минут девятого. Значит, никто не выходил. У вас есть спички? Ну, разве что доктор Ландгуд. У него был прием. Ему нужно было позвонить. И он позвонил? Не знаю. У меня ведь своих дел достаточно. И уж вы-то никуда не отлучились. Нет. Я ведь спускался в подвал с заводкой. А где он? Во дворе. Хотите еще? Хочу. Одну минутку. Ваша служанка работает сегодня вечером? Какая именно? Ну, та девушка. Днем отнесла мой чемодан. Ах, Анке. Она уехала. Уехала? С моей супругой, как компаньонком. Моя супруга очень больна. Каждый год я ее отправляю лечиться. И уехали они сегодня, да? Да-да, сегодня. Я прошу простить меня, но мне нужно работать. Елена. Я прошу вам! Я прошу Как вы долго гуляете? О да, в вашем городе есть чем заинтересоваться. Шлифтинг? Ну, к нему меня привела зубная боль. Кажется, вы уже забыли, что я сказал сегодня утром. Нет, помню. Что же я вам сказал? Что не советуете мне вмешиваться в ваши дела. Ну вот. Не пренебрегайте моим советом, хэр Пебер. Спасибо. 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 Уважаемый герр Вебер, я не смогу поговорить с вами, потому что должна уехать. Не понимаю, почему меня отправляют отсюда, но хочу сказать, что герр Лангут, он по пятницам играет у нас в скат, вчера вечером стоял у комнаты номер шесть. Я не хочу сплетничать, но знайте, я видела его, когда я поднималась к себе наверху, он тоже увидел меня и отвернулся. Анкин. Вот. Андрей Лангутин, а то, что, вам даже не хватает, но я не хватает, вы не можете поехать. Лестница. Да-да, комокну. Что вам нужно? Только сказать пару слов. Тогда скорее, потому что я спешу. Ты видишь это? Мы не любим, когда чужие, тем более такие, как ты, начинают совать нос в наши дела. И поэтому мы решили, что нам надо, не откладываясь, сделать тебе небольшое внушение. Не думаем, что в конце концов ты будешь нам благодарен. Приступайте. А теперь мы тебя так отколотим, что ты навсегда забудешь дорогу в наш город. Подожди. Что это такое? А ну, давай нож. И ты. Кто эти парни? Вот этот сын доктора Лангута. Того Лангута, который играет в скат с вуком и шлихтингом? Да. Очаровательная история. Я просто не знаю, что сказать. Он всегда производил впечатление юношу очень воспитанного. Ну да, за столом не пел, не сморкался в салфетку. А вы знаете, как вам повезло, что вы не появились на свет двадцатью годами раньше? Над чем вы лучше этих? О том, как вы здесь развлекались, я поговорю с вашим отцом. Убирайтесь. Идем. Но все-таки, что это может значить? Думаю, их науськали. Кому-то ведь выгодно, чтобы я прекратил расследование и как можно скорее уехал отсюда. Но сын доктора Лангута, ему что до этого? Его отца вчера видели в двадцать пятнадцать в коридоре у этой комнаты. И что ж такого? Герца я нашел мертвым через пятнадцать минут. Не садитесь. В этом кресле сидел мертвый Герц. Но кто же его убил? Вы же не думаете, что это один из игравших в скат? Ну, тогда убил я, потому что третьего варианта нет. Лангут был в коридоре. Доктор Шлихтинг опоздал и пришел со двора, но, правда, и хозяин отеля выходил во двор. У вас на шее кровь. О, царапина, ничего. Ну, как вам не стыдно? Не развенчивайте себя, неустрашимый Шерлок Холмс. Вы что же, забыли о званом вечере? Я специально за вами зашла. Вот, увы, у меня больше нет чистой рубашки. Сегодня и это сойдет. Ну, а завтра за счет доктора Лангута купится новую. Вук вчера, как известно, тоже играл в скат. Вук исключается. Нет, тот, кого я ищу, не из старожилов. Он живет здесь сравнительно недавно и под чужим именем. Возможно, это Шлихтинг или хозяин отеля, скажем. Может быть, Лангут, но уж никак не Вук. Его фирма здесь из самых старых. Да, она основана еще дедом Вука. Я знаю. Как видите, вам нечего беспокоиться о Вуке. Не нужно меня вытешать. Я не расстроена. Так вы идете? Иду. Но мне еще нужно побывать на вокзале. Подождите меня, пожалуйста. Я не задержался. Продолжение следует... 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 Кто? Флюгер. Все тот же Флюгер? Это неудивительно. Драхвиц тогда был фигурой, служил в Главном управлении. А Флюгер оттуда получал директивы. Да, все исходило оттуда. А ведь, в общем-то, возможно, у Драхвиц тоже будут сомнения, вроде ваших. Правда, он пока еще не в правительстве, но тоже чиновник. Черт его знает, может, он все-таки будет с нами. Не забыл же он, что Флюгер, где бы он ни был сейчас, остается одним из нас. Вы нам ничего не сообщите? Подождем конца выборов, господа. Говорят, вы избраны. Ну, утверждать это еще рано. Ваше здоровье. За вас. Вы в затруднении? Не в большем, чем вы, Герлангут. А этот детектив разгуливает по городу? Как видите. Да, здесь сразу ощущаешь правительственный уровень. Почему так поздно, мои дорогие? Мы вас уже заждались? У нас было неприятное приключение. Ну да. Пойдемте, Хэр Вебер. Чувствуйте себя как дома. Здравствуйте. У нас здесь все очень просто. Здравствуйте. Вы знаете уже этих любителей ската. А это наш бургомистр Эль. Очень рад. Так все-таки какое же у вас было приключение? Герр Веберу полчаса тому назад вломились, напав на него. Кто вломился? Я их видела, трое парней. Хэр Лангут, ваш сын был среди них. Вы шутите. Не верю. И тем не менее, это правда. Вы очень пострадали, Хэр Вебер? Нет, если не считать того, что мальчики испортили все мои вещи. Но ведь в этом нет ничего особенного. О, я просто в отчаянии. Вы, конечно, подадите жалобу. А это было бы нежелательно? Разумеется. Я отказываюсь представить себе, как Драхвит задерживает в полиции сына своего друга. Хэр Вебер, я думаю, понял, что это была всего лишь глупая выходка, да? Прошу не сомневаться, что ущерб, который вам причинили, будет мною возмещен. Хэр Драхвит, вы были так любезны сегодня утром, что я, пожалуй, разделю взгляд доктора Лука и никакой жалобы не подам. Пойдемте, Хэр Вебер, выпьем. У меня неплохое вино. Но в нашем скромном маленьком городе такое происшествие дико. Да, ведь здесь ничего не случается. Жанет, музыку. Это от того, что нас все американизирует. Какой-нибудь Филиус Норберт на машине, которую он кого-то увел, вздумал совершить вояж. Ну, а я отвечаю. И не думайте, что мне это обходится дешево. А что это за люди здесь собрались? Мои товарищи. Мои боевые друзья. Ах, так? Да. Мы встречаемся раз в году. Все мы очень постарели. И поумнели с той поры. С какой? С военной. Вот я, скажем, наверстывал упущенное в страну, где сохранилась классическая древность. Был в Вавилоне. Потом ехал в Бразилию. Жанет вы оттуда вывезли? Да. Это единственное сокровище, которое я вывез оттуда. А где вы познакомились с Лангутом и Шлихтингом? С Лангутом и Шлихтингом? Я познакомился в немецком клубе в Бразилии. Боюсь, что вы идете по ложному следу. Я же сказал, что мы постарели и поумнели. Кстати, мы собираемся на охоту. Я имею в виду настоящую охоту. Приглашаю вас на уток. Надеюсь, тут вам больше повезет. Идем? Говорят, утром предполагается охота на уток? Да. Так что, поедем? Обязательно. Какое богатство всюду. Роскошный дом. Свой участок для охоты. Торгуют картинами. Я был в его магазине. То, что там выставлено, мало стоит. А вы, бедняжка, этого не заметили, да? И в партийную косу немало кладет. Зато ему выторговали пост министра культуры. Вон и там стоят эти его соратники партийные друзья из Киля. Но меня больше интересует, кто может быть флюгером. Кто-нибудь из той тройки, вернувшихся из Южной Америки? Значит, Лангут, Шлихтинг или Вук. А Вук и нет речи. Он ведь из этого города. А вот те двое. Возможно. Доктор Флюгер здесь. Иди встречай. Да? Кто? Кто, вы говорите? Доктор Флюгер. Знакомьтесь, пожалуйста. Фрау доктор Флюгер, депутат Бундестага от нашего округа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Ей-богу, Вебер. Вы нагоните тоску на кого угодно своим видом. Эту злосчастную доктор Флюгер не можете забыть, да? Да, что делать? Ну, если хотите, я могу еще раз сказать. Она совершенно одинока. Она старая дева, и никто, понимаете, никто из ее родственников не был в СС. Ну что, я вас немножко утешила? Да. А ведь озеро в той стороне. Здесь мы вряд ли подстрелим хоть одну утку. А я не имел в виду стрелять. О, для вас все живое и неприкосновенно. Утки. Ну, а ружье тогда для чего же? Да, действительно. Вручаю вам. На случай, если мы встретим ягуара. Оно на предохранителе, но заряжено. А вы проверили, заряжено ли оно? Да, дробью. Детектив, который не стреляет даже в уток. Вы действительно уникальное явление. Эй! Вы кого? Нет, нет. Чертов туман. Что-то никак не пойму, в какой стране Лангут и Шрифтинг. Они ведь оба на той стороне. Вы сами распределяли нас. Я был и останусь прежде всего немцем. И своих убеждений ни от кого не скрываю. Пойдемте. Там кусты гуще. Люблю охотиться в этих местах. Я встретила его на Флориде, Пуко. Майами чудо. Туда ездят вовсе не одни снобы. Вы знаете, там... Нет, словами этого, пожалуй, не передашь. В общем, там рай, а в раю, как известно, все любят друг друга. Ну, не стоит так уж откровенно надо мной смеяться. Я была так сильно увлечена, что оставила занятие по искусствоведению, и мы с ним уехали в Сантос. Вот и вся история. Ну, а к молодым мужчинам вас не тянуло? Старые мужчины все-таки реже нам изменяют, Хэр Вебер. Что ни говори, а ведь женщинам дороже всего верность. Вебер! Вебер! Осторожно! Нет! Нет! О, нет! Вебер! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Как и мы. Я вас буду держать в курсе дела. Еще сегодня позвоню из Венцхагена и все расскажу. Желаю успеха. А мне в конце концов что? Я с этим не имею ничего общего, кроме того, что несчастье произошло в моих владениях. Так почему же в таком случае вы не хотите, чтобы ввело следствие? Вы не понимаете? Вук лицо официальное. Нельзя, чтобы имя будущего министра называлось в связи с делом об убийстве. Что будут говорить избиратели? Я не собираюсь ради его имени отдавать свое на поругание. Вам и не придется, Шлихтинг. Что это мне не придется? Отдавать свое на поругание. Есть свидетели, что я был на другом берегу, когда прозвучал этот выстрел. У вас с этим обстоит хуже. И у Фрезе тоже. Но Фрезе друг убитого. Теперь вы уже говорите убитого. Говорю. Но это не моя версия. Не упускайте из виду обстоятельств, которые предшествовали несчастью. Например? Вебер приехал, как известно, по делу о похищении документов. Он обнаружил, возможно, опасные для кого-то улики. Наверное, так оно и есть. Ибо не зря уже вскоре он был мертв. Но ведь речь идет о несчастном случае, охоте. Речь идет между нами. А что скажут другие? Не хотите ли вы сказать, что каким-то образом связываете убийство Герца с этим происшествием? Ну уж, если все в открытую... Да. Могу тогда успокоить вас. Я на этой выставке представлен не был. Вы видели ее? Да, видел недавно в Гамбурге. Я на ней побывал из любопытства. Ах, вот что. А вы? Нет, я нет. А я, да, во Франкфурте. И, кстати, я сейчас вспомнил, что вы на ней были представлены, как видный сотрудник управления госбезопасностью. Да, я знаю. Но, видите ли, на охоте где-то случилось, меня все-таки не было. Хотя не исключено, что вы все-таки там были. Так мне, значит, одному следовало бояться выставки, верно? Я вам кое-что открою, раз уж на то пошло. Восемь дней назад Герст представил свою выставку в Мэрию. Я имел возможность ознакомиться с ней и пришел к интереснейшему выводу. Герст хотел устроить выставку в нашем городе, чтобы здесь кое-кого узнали. Даю слово, что и вы трое, так же, как и я, были в ней достаточно полно представлены. Это я к разговору о предшествовавших обстоятельствах. Вы, значит, видели его? Да. А ведь вы знаете, это убийство могут выдать за происшествие на охоте. Чтобы этого не случилось, я взял себе отпуск и приехал. Он был вашим другом? Да. Вам скажут, что был сильный туман. Туман действительно был. Но в том месте, где стояли мы с Вебером, видимость была хорошей. Во всяком случае, я увидела ствол ружья на другом берегу. Крикнула Веберу осторожно, но это случилось так быстро. А кто же находился на противоположном берегу? Я. Еще кто? Доктор Шлихтинг, бургомистр, Ландгуд, других я не знаю. И кто же, вы думаете, мог это сделать? Не знаю. У каждого было ружье, и каждый мог сделать это. Вы так недолго были с ним знакомы. Но, кажется, тоже успели полюбить его. Правда? Где доктор Вук? Обедают в Ланскнехте. И с ним Драхвиц, Лангут и Шлихтинг. Значит, они вчетвером? Да, собрались все четверо еще до обеда. В доме доктора Вука. Да? Неужели не удрахвится? Доктор Эрих Флюгер, вы, кажется, сказали. Да, штандартенфюрер СС. Ведь мы уже говорили о нем в день первой встречи, помните? Да, да, конечно, говорили. Но мне с ним не довелось встречаться. Это удивительно. Особые отряды, находившиеся в ее ведении, были подчинены управлению, в котором вы служили в то время. Верно? Я думаю, коллега, что здесь не стоит касаться подобных вопросов. По вам и подавно. Я по просьбе вашего шефа допустил вас к расследованию, но при условии, что вы будете заниматься исключительно выяснением обстоятельств гибели Вебера. Исключительно. Вам это понятно? Чего ж тут не понять. Но вопрос о Флюгере уместен при выяснении обстоятельств гибели Вебера. Вебер считал, что только у одного из всех представленных на выставке были основания украсть эту выставку и затем убить Герца. Он имел в виду именно Флюгера. Тот скрывался в Южной Америке с 46-го года, и из всех один еще не был реабилитирован. Как мог Флюгер убить Герца, если он, как вы сами сказали, живет сейчас в Южной Америке? Я не сказал сейчас. Он мог вернуться в Германию. Не поселиться в Ренцхагене, не так ли? Под чужой фамилией, а не как доктор Флюгер. А как кто? Я ей задал свой вопрос в надежде, что советник юстиции знает Флюгера в лицо. Это бы очень упростило задачу. Для чего бы Флюгер убил Герца? Какой смысл в этом? А он и не собирался. Его целью были документы, и он украл их. Но ведь в его руках оказались копии. А ему нужны были негативы. Но их нашел не он, а Вебер. И всего через несколько часов после этого Вебер тоже был мертв. Так вот, коллега, все, что вы сейчас нам рассказали, очень интересно. Хотя, на мой взгляд, несколько смахивает на фантазию. Ваш друг жертва преступного обращения с оружием. Но не преступление. Это что, установлено при расследовании? Да. Несчастный случай. Да. А вы как считаете? В криминалистике я отнюдь не являюсь авторитетом, но... Думаю, что несчастный случай всегда возможен. Во время охоты тем более, да еще после веселой ночи. В трех шагах ничего не видно. В то утро был сильный туман. Все это верно. И значит, мои соображения были неверны. Да. Я думаю, раз так, можно и по домам. Плачу я всего доброго, господа. Кто же был этот стрелок? Бог мой, какой стрелок? Ну, тот, что убил Вебера. Нам это пока неизвестно. Это невероятно. Человек случайно убил человека. Почему же он вам не заявил? Пока не заявил. Это была импровизированная охота, как я понимаю? Да, пожалуй. Заранее никого не предупреждали? Нет, все было стихийно. Оружие откуда взялись? У меня их много. Заряды тоже были ваши? Да. На что охотились? Вам и это важно. На уток. А пули зачем? Почему пули? Дробь? Вебер был убит пулей, Эрвук. Я всем раздал только дробь. Что все это значит, Эршопенгауэр? А вы до сих пор не поняли? Эрвук раздал всем ружья. Мало того, как он говорит, дробь тоже. А то, что чье-то ружье зарядили пулей, свидетельствует о наперед задуманном убийстве. Эрвук, может быть, вы случайно что-нибудь напутали с этим? То есть я пулю спутал с дробью? Да я что, сумасшедший, что ли? Значит, вы ее специально подсунули? А кому? Вам? Я вообще выстрелить не успел. Что же вы теперь молчите? Ведь вы подали эту мысль о несчастном случае. Я же не знаю, что я не хочу иметь отношения к этой истории. Эрвук упорно настаивал на несчастном случае. Боится за свой мандат, наш ярминь министр. Что будут говорить его избиратели? Не так, что ли, Эрвук? Все так. Но, может быть, и Вебера этого Герца убил я? И, вероятно, я доктор Флюгер? Вы уж извините меня, но, правда же, я не могу тратить зря столько времени. Кстати, доктор Ландгуд, что вы делали в тот вечер здесь, в отеле, на втором этаже? Как раз возле комнаты Герца. Какой вечер вы имеете в виду? Тот вечер, когда Герц был убит. Точнее, 20 часов 15 минут. В 20.30 прибыл Вебер, а еще через 10 минут было обнаружено тело. За полчаса до этого вы были в коридоре. И вас там видели. Девушка-служанка. Да, я заходил в комнату номер 4, чтобы повидать одну молодую даму. И намекнуть ей, что мой сын пока еще для нее, мягко говоря, очень юный и так далее. Ну, конечно, я вас понимаю. Но ведь дамы в тот вечер не было в отеле. Вы, очевидно, договорились с ней о встрече в это время. И выходит, что она вас подвела? Я именно поэтому сразу же спустился. Да, правильно. Так оно и было. Но нам вы сказали, что с кем-то говорили по телефону. А вы считаете, что я должен был вам откровенно рассказать о художествах своего сына? Вы думаете, это так приятно? Не думаю. Но как легко можно вызвать подозрения. Хорошенького понемножку шлифтинга. Если уж на то пошло, так вы к партии в скат вы опоздали в тот вечер. А ведь вы на редкость пунктуально шлифтинг. И вы, кажется, вошли не с улицы, а с черного хода. Хозяин говорит, что единственный, кто в тот вечер явился вовремя и не выходил за стол, это вы, Гербулк. Возможно. Ну и на охоте. Вас не было на той стороне, откуда раздался выстрел. Да. А оба они были. Из этого следует, что только вы, а не шлифтинг и лангут, не можете иметь никакого отношения к этим двум убийствам. По-моему, логично. А вы не обидитесь, если я предложу более полную версию. Итак, подведем итог. Вы кому-то вручили ружье, из которого был сделан выстрел, и пулю заодно. Вы, лангут и шлифтинг, оба раза совершили убийство втроем. Кто же вдохновитель? Кто из вас флюгер? Кто из вас флюгер? Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в таком случае... Пусть напишут заявление. Может, еще в двух экземплярах? Зачем вы его впустили, да еще выдали эти папки? Но ведь комиссар Шопенгауру был допущен к следствию. Это вы нюхи у него называете следствием? Ну, быстрее! Вас ждут, советник Поль хочет вас видеть. Ммм! Вы были в Фюрдорфе, опознали труп выбора? Да. Я был в Фюрдорфе. Мы послали в Фюрдорф своих людей. Благодарим вас, комиссар. Но мы с сегодняшнего дня следствие будем вести сами. Советник Линдберг просил допустить меня к этому делу. Мы против и поддержаны сенатором. Советник юстиции Линдберга и вас он ждет с докладом. Поспешите. Я на вашем месте ни за что бы не стал его утомлять ожиданием. Продолжение следует... Жанет Мессемер. Хлоу. Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста. Не по телефону. А кто это? Вы не узнаете? Нет. Говорит доктор Флюгер. Кто? Доктор Эрих Флюгер. Ну и что же вам нужно? Это не для телефона. Вы где? Стою возле вашего магазина. Сейчас приду. Доктор Эрих Флюгер. Продолжение следует... 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 Ты думала, я умер, и вдруг... Да, я сама видела, ты упал после выстрела. Зайдем в магазин? Да. Идем. Для чего же вы это сделали? То есть, для чего я притворился, что убит и упал в воду? Да. Я понял, что я должен быстро исчезнуть из этого города, иначе мне не дадут проникнуть в тайну Флюгера. И вы проникли в эту страшную тайну? Да. Кто же им оказался? Ну, пожалуйста, я прошу. Нет, Жанет, я скажу вам на позже. Это Вук? Не Вук, Жанет. Я еще тогда сказал, что на этот счет он вне подозрений. И все-таки... И все-таки я волновалась. И только теперь совершенно успокоилась. Но мне придется, очевидно, заставить вас снова поволноваться. Да? Как вы знаете, я, в конце концов, нашел оригиналы коллекции Герца. Это было при вас. Да, я помню. На вокзале. Угу. Ну, так я их отправил почтой. Гамбург до востребования. Остальное было очень просто. Когда я получил их и стал разглядывать, мне бросились в глаза наши общие знакомые. Ландгут и доктор Шлихтинг, лагерный зубной врач. Он работал в лагере? Да, в Терезийенштадте. И, увы, я там нашел вашего доктора Вука. Да? И что же вы узнали? Он был гауптштурфюрером СС. В 44-м году находился в Венгрии. И, будучи знатоком в области живописи, служил в специальной группе. Вы, наверное, знаете, что там произошло? Нет. Откуда же? От Вука, может быть, нет? Он не любит вспоминать то время. В 44-м году, когда уже началось отступление войск из Венгрии, фашисты эвакуировали оттуда евреев. Эвакуировали? Куда? В лагеря смерти СС. Между прочим, среди обреченных были люди и довольно богатые. Когда всех вывезли, за работу взялись Тей, специальный групп, очень просвещенные люди. Они обшаривали дома в поисках шедевров искусства. Были украдены и увезены в Германию бесценные сокровища. И Вук, значит, был среди тех, кто... Да, Герц, это установил. Нет, нет и нет. Почему нет? А ведь если бы так, то это был приказ свыше. Довольно же нет. Все они так говорят. Вук исключительно честен во всем, Вебер. Я-то узнаю его за столько лет. Когда я узнал все, что узнал, то есть правду о докторе Вуке, я стал о нем много думать. О его образе жизни, о его широких связях, о его доме, о его роскошном доме со всем, что там есть. И сделал вывод, что он человек, не привыкший ни в чем себя отказывать. Где он берет такие деньги? Ведь его магазин вряд ли настолько прибылен, а? Ну, хорошо, допустим. Вот то-то и оно. Так откуда деньги? Он удачно вел торговлю в Бразилии. Это он вам сказал? Да. А, ну, возможно. Но, возможно, и нечто совсем другое. Именно это другое я и подозреваю. Да, признаю, я пока всего лишь подозреваю, но не безосновательно. Вы знаете, что я проделал за это время? Я был в Берлине. В Восточном. В Восточном? Да. Можете относиться к коммунистам как вам угодно, ведь все-таки они покончили с фашизмом. Так, значит, я был в Берлине и привез оттуда кое-какие сведения. Во-первых, я выяснил, что многое из того, что было наворовано, давно возвращено в Венгрию. Но многое все же так и пропало совершенно бесследно. Они мне дали список всего, что разыскивают. Он у вас с собой? Да. Главного вы мне не сказали. Вся эта история, какое она к Вуку имеет отношение? Жанет, начальники специальной группы присваивали ценности, это известно. Вук? Глупости. Совершенно исключается. Хоть вполне разоблачает источники его доходов. Оказывается, вы наивны, Вебер. Как он мог бы продать хоть что-нибудь из того, что присвоил? Ну, здесь-то нет. Но мне кажется, вы говорили, что дело его в Бразилии до сих пор процветает. Что магазин не продан еще. Ведь он бывает там? Да. Часто? Два-три раза в год, не чаще. И вы с ним, да? А кто бы вел здесь его дела? Нельзя же все бросить? Да, конечно. Нет, вы заблуждаетесь, Вебер. Ну где, где он это все может прятать от меня? Не знаю, Жанет. Может, вот здесь, внизу? О, мой Шерлок Холмс, вы неподражаемы. И все-таки того, что вы ищете, внизу нет. Вы знаете этот подвал? Еще бы. А что, если я взгляну? Ради бога. Особенно, если это вас излечит от навязчивой идеи. Идемте. Того, что нет, не находит. Это должно быть известно Шерлоку Холмсу. Над нами что? Тот магазин, который выходит прямо на площадь, да? Подождите-ка. Здесь дверь. Лестница. Ну да. Да, на площадь. Да. Давно вы с Луком? Семь лет. Познакомились на Флориде? В Майами. И он и я проводили там отпуск. Он в роскошном отеле, а я в кемпинге. Вы, кажется, изучали историю искусств? Да. Я тогда только приехала из Рио-де-Жанейро. Я не бывала раньше в Штатах. Ну, почему вы упорствуете, Вебер? Не понимаю, что хорошего быть во власти вздорной идеи? Северные немцы очень упрямы, Жанет. Не то, что вы. Я пасу француженка и уже говорила этого, что забыли. Ах, да-да. Вы наполовину француженка воспитывались в Америке. Тут должен быть подвал за стеной с той стороны. Да с чего вы взяли? Какая чушь. Да-да. Тот магазин вот здесь. Из магазина лестницы она ведет в подвал. Он в той стороне. Вебер, я знаю только этот подвал. И уже много лет. Здесь всегда была стена. И никакого помещения за ней не было и нет. Вы когда-нибудь открывали этот шкаф? Заглядывали в него? Зачем? Да и ключ от него потерян. Еще когда был же старый Хонсон. А я бы очень хотел посмотреть, что там. Ах, Вебер. Давайте сделаем вот что. Позвоним Буку и позовем его сюда. В конце концов, разговаривайте с ним. И он, конечно, все раскалит. Да. Да. Так вы, значит, занимались искусством и бросили его из авука. Я ведь была влюблена, что называется, по уши. Завидуем. Ну, а потом не пожалели? Нет. А ведь вы не без цели мне свои вопросы задаете. То есть? Вам очень неприятен Вук. Очень. Почему? Мне очень приятны вы. И вы мне тоже очень приятны. Сейчас посмотрим. Видите, это не такое уж грех упрямство. Черт возьми, вот так штука. Замок с секретом, как у многих старинных шкафов. Да. Что вы ищете, Вебер? Вход в соседний подвал. Вам кажется? Да, мне кажется. Вебер! Вы позвоните и вызовите Вука. Иначе это отвратительно. Сейчас, Жанат, сейчас. Ну, прошу. Войдемте. Войдемте. В dictionary. В carriers… Вcoins… Возвращаюсь. В 열�teу. Возвращаюсь. 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 В abruptly. Полицейское управление Ренцхагена. Из уголовной полиции кто-нибудь есть? Конечно. А что вам нужно? Я был у антикварного магазина Хонсена и Вука. Я думаю, вы знаете его? Да. У меня такое впечатление, что там воры. Кто это говорит? Не тратьте время на разговоры, упустите их. Все верно. Это действительно картина, указанная в списке. Вам дали его в Берлине? Да. А вы уже кому-нибудь рассказали об этом? Нет, пока не рассказывал. Ведь у меня были всего-напсего подозрения, Жанет. Каждая из этих картин целое состояние. Я совершенно растеряна. Могу себе представить такое потрясение. Вы знаете, я... А, впрочем, не по делам, Вебер. Хоть я была девочкой, когда встретилась с ним. Но позже я поумнела, стала взрослой. Многое узнала в жизни, поняла, оценила трезво. Но только не Вука. Как быть с находкой? Заявить полиции, очевидно, ничего другого вы не можете сделать. Кому заявить? Драхвицу, что ли? Драхвиц не один, у него есть начальство. А у меня нет доверия к людям из Шлезвик-Гольф-Тинии. Идемте. Здесь можно задохнуться. В этом приюте грабителя. Нас запер кто-то. Вот и полиция, пожалуйста. Почему вы думаете, что это сюда? Ну, могут же. Вы скажете им о своей находке? Нет, что вы, ни одного слова. Завтра, может быть, свяжусь с Гамбургским управлением. Прошу вас тоже никому ничего не говорить. Чтоб не случилось, вы идите в отель и ждите меня в моем номере. Правда, я могу задержаться. Вы дождетесь? Да. Ну-ну. Ну, смотрите-ка. Оказывается, он не убит. Он просто, оказывается, шутить любит. А этот взлом тоже не всерьез, он опять пошутил. Эр Вебер ничего не взламывал. Заткнись. Вы что, с ума сошли? А вы тихонько, Фролин. Это дело мужское. Выведи ее и позвони в управление. Скажи, ведь не кого-то, а его приведем. Слушаюсь, идемте. Ну, идемте же. Не смейте прикасаться. Не трогайте меня. Руки на стену встать к нам спиной. Обычайте. Ничего. Взломщика и ничего. Повернуться. Слушайте, неужели вы так наивны, что беретесь обвинить меня во взломе? Вы сказали, так наивны? Я оговорился, так глупы. До чего дошло. Он меня оскорбил при исполнении служебных обязанностей. А ну, встать. А ну, встать. Ну, говори еще. Говори, чего уж. Эх, пристрелить бы. Вы арестованы, Вебер. За что? Вы подозреваетесь в убийстве Герца. Нарочники. Понятно. Слушаюсь. Вот чего не хватало. Почему вы не дали знать полиции, когда этот парень заявился к вам? А с какой стадии, собственно говоря? Его подозревают в убийстве. Что? Собирались его спрятать? Отвечайте. Ей и богу, все это чересчур примитивно. Не стану ручаться, что вас не обвинят, как его соучастницу. Ничего же, Аннет, все выяснится. Значит, как мы с вами условились. Я буду ждать тебя. Веди. КОНЕЦ КОНЕЦ А это что может значить? Я бы тоже не просил знать. КОНЕЦ Алло, что случилось? Что за сборник? Кого вы арестовали? Почему вы прячете рот? У вас болят зубы? Вас били? Нет, гладили. Повернитесь ко мне. Спасибо. Пропустите. За что вас взяли? Спросите полицейских. Его подозревают в убийстве. В убийстве Герца? Да, завтра вы все узнаете. На вас наручники. Будьте любезны, поднимите руки. Не задерживайтесь. Что они толпятся у входа? Спроситься. Канун встречи и, естественно, город забит журналистами и до отказа. Хорошо, но почему вдруг все они здесь? Выбор встречает, что ли? Это репортеры? Все до одного. И представляют крупнейшие газеты Федеративной Республики. Их, несомненно, кто-то вызвал. Чего вы добивались этой комедии? Какой комедии? Симуляция убийства. Два убийства вы разит ли чем одно. Вы продолжаете заниматься убийством Герца? Да, разумеется. За что убили Герца? Каков подив? Это не политическое убийство, имеет политическую подоплеку. Проинформируйте прессу. К полиции обратите с этой просьбой. К Драхнице, что ли? Кто же убийца? Идем или нет, мне это надоело. Пошли. Завтра, завтра вам все будет сообщено. А сейчас дайте пройти, освободите проход. Вас взяли силы, Гарвебер? Нет, на меня избили. За что? Я спросил этого типа, действительно ли он так глуп, чтобы приписывать мне взлом у Вука. Значит, вы не совершали взлома. Когда он ворвался, я был там с фролем Мессемер. Она ведет дела у Вука, так что на взлом это вряд ли было очень похоже. Так это было? Да, но я бы хотел еще кое-что добавить к этому, герсоветник. Старший. Извините, герс старший советник. У вас на лице кровь, смотрите. Что это такое? Он подозревается в убийстве, я решил, что... Решать совсем не ваше дело. Снимите. Это уже не впервые ваши люди превышают полномочия. Идите, вы свободны. Садитесь, Гарвебер. Благодарю. Курить хотите? Спасибо, не курю. О, самозапрет. Чашечку кофе или чай с бутербродами. Мы можем задержаться. Благодарю. Что касается вашей смерти, я не надеюсь найти убийцу. А вернее, я не буду его искать. Тем более, что его не существует, верно? Да, это был ловкий шаг. Интерес к делу герца сильно возрос. И в самой шлезвик Гольштине, и за ее пределами. Не сомневаюсь, что спектакль, который вы разыграли, преследовал именно эту цель. Угадал? В общем, да. Мы вправе арестовать вас, Гарвебер. Вы в состоянии помешать вашей частной практике. Вы дали нам достаточно оснований. Но ведь как раз этого от нас и ждут сейчас. Я имею в виду разных умников. Ах, как бы они смеялись. Так вот, мы лишим их этой невинной радости. Вы свободны, Гарвебер. Когда наш разговор будет окончен, я вас отпущу. Очень благодарен. Подлинная демократия предполагает гармоничное сотрудничество государства с народом. Подлинная? Да, тут вы правы. Драхвиц и его людей можно считать исключением, а не правилом в нашей стране. Да, полиция мало что может без помощи населения. Я вам предлагаю одну вещь. Работайте хотя бы временно вместе с полицией. Временно, пожалуйста. Дело Герца должно быть закончено. Что вы знаете о нем? Круги, в которых нужно искать убийцу. Я тоже. Этого мало. Нам нужно знать, кто убийца. Но могу, отвечая на любезность, показать другой, но свежий след. Буду благодарен. Что я должен делать? Арестовать Вука. Антиквара? Да, до вашего будущего министра. Вы шутите? Нет, мне не до шуток. В связи с убийством? Герца не он убил. Так за что? Он в прошлом гауптштурмфюрер СС. Ну, мне тогда пришлось бы арестовать очень многих. Он скрывает в своем подвале уникальные картины. Каждое из них состояние. Они украдены им в Венгрии, в домах богатых евреев, которые были отправлены в газовые камеры. Это не шутка, такое заявление? Да, конечно, по-моему, тоже. Но вам известно, что если в ваше сведение чей-нибудь вымысел... Я сам был в подвале, как вы знаете, так что мои сведения не вымысел. Фок. Что прикажете? Драхвится немедленно сюда. Сейчас пришлю. Эта история будет чревата очень многим. Чем? Если вы правы, его партия провалится на следующих выборах. Конринг отправил в газовые камеры тысячи людей и сидит в Бундестаге. О Любке я и не говорю. А ведь кем он был, все знают. Герр Драхвиц. Мне сделано обескураживающее заявление. Согласно ему Вук. Вы знаете Вука? Разумеется, знаю. Согласно ему Вук, будто бы присваивал произведение искусства. Это когда, помните, СС эвакуировали венгерских евреев. А ведь, кажется, у них было указание относительно того, что делать с сокровищами искусства при отступлении. И вызывает сомнений, что преступление, совершенное Вуком, даже по законам того времени, должно квалифицироваться как уголовное. Если он будет в нем улечен, что вполне вероятно, то весьма уважаемый в этом городе доктор Вук вскоре должен будет предстать перед уголовным судом, как совершивший кражу. КОНЕЦ Я должен с вами поговорить. Да, прошу. Не здесь, пожалуйста. Тогда прошу сюда. Спасибо. Пойдемте. В магазин я войти пока не могу. Запрещено. Поль отправился к Вуку домой. Что мне теперь делать? Да. Возможность у вас только одна. Встаньте у главного входа и ждите. Звоним, не открывают. Я один. Собрались в дорогу? Да. Можно войти? Пожалуйста. Действительно собрались уехать, герд-доктор Вук? Действительно, хорвебер. А вечер встречи СС? Ну, дело есть дело. И все-таки удивительно. Мы хотим спросить вас кое о чем. Вы кого-нибудь представляете? Главное полицейское управление в Киле. Пожалуйста, спрашивайте. Даже если вопросы будут неприятны. А этим не смущайтесь. Герд-Вебер, который вам известен, обнаружил в тайнике под вашим магазином собрание картин. Как он это сделал? С помощью фройлен Мессемер. Она мне показывала подвал. Я не просил ее об этом. Я думаю, вы извините эту вольность. Ведь в конце концов, благодаря ей скрыто преступление. Это другое дело. Вы знали об этом тайнике? Нет, разумеется. Но он под вашим магазином. И тем не менее, нет. Я возвратился из Южной Америки три года тому назад. А до этого мой покойный компаньон Хонсон здесь вел дела. Может, от он. Что за картина нашли? Увезенный в 44-м из Венгрии. И в 44-м доставленный в Германию, Герд-Вуг. Вы не служили в Венгрии в 44-м? Не отведете ли вы нас к тайнику? Нет, не отведу, потому что не представляю, где он. Тогда позвольте нам показать дорогу. Герд-Вебер любезно посвятил нас во все подробности этого секрета. Не возражаю. Я люблю картины и с удовольствием взгляну на вашу находку. Считаю своим долгом предупредить вас, что ордера на обыск у нас с собой нет. Следовательно, у вас есть право возражать. Сегодня оно есть, а завтра вы явитесь опять, но уже с ордером. Ну уж это несомненно. Вот видите. Прошу вас, пойдемте. А ведь мог и он убить Гердса. Конечно, мог, но у него есть алиби. Да-да, но понимаете, ведь у него были очень веские основания. И не менее веские у других. Да, неизвестна версия насчет Флюгера. Это доктор Фрезе, мой друг из Гамбурга. Поль. Доктор Фрезе владеет искусством мистифицирования. Я говорю о выстреле, которым я был убит. И о звонке, который вызвал к магазину Вука людей Драхвитца. А журналисты? Конечно, тоже ваша работа. Да, тоже моя. Нельзя же было допустить, чтобы дело Гердса просто заглохло. А ведь к тому ушло. Да, тут вы преуспели. А все-таки Драхвитц продлинулся в этом деле? Да что вы. Не с местом. И кажется, по ушу в нем завяз. Нет, он потерял свой нюх. Вы не думаете, что он намеренно упустил след? Гердс Вебер, это, в конце концов, дело полиции. И в нем необходима корректность. Что здесь случилось? Начали праздновать встречу? Кое-кому не до встречи. Значит, подпортили вы им настроение. Гердс Вебер, я вам все сказал. Я уйду сейчас. Сразу после того, как открою вам дверь шкафа. Вход в тайник. Нет, Гердс Вебер. Вы нам все объяснили, этого довольно. А кроме того, с нами теперь Гердс Вук. Надеюсь, он нам подскажет, если мы в чем-нибудь ошибемся. Прошу вас, Гердс Вук. А что, в Ланцкнехте все в порядке? Пока да. Позвольте вас поздравить. А с чем? С выдающимся успехом. Ведь именно вы нашли убийцу Гердса. Вук не тот, кто убил Гердса. Кто поверит, что не он его убил? Думаю, что не суд, для которого он теперь уголовный преступник, не больше. Уголовный, слышите? Не военный, а уголовный, не так ли? К тому же, Гердс Вебер, у Вука было основание убить Гердса. Ну и что же? Ведь оно было и у вас. Кстати, я вспомнил шприц, который вы приготовили для укола. Но у вас, Герлангут, ведь тоже было основание. И сыночек ваш, очевидно, считал его вполне серьезным. Он ко мне не зря ворвался. А вам все казалось, что вы уже вне подозрений. Нет, вы ничем не лучше, Вука. Этого флюгера, о котором мы услышали от Хербета Гердса при нашем первом разговоре. Но тогда, в тот день, мы еще не знали всех, кто был представлен в его коллекции. То есть вас еще, говоря точнее, не знали. Мы, конечно, восполнили бы этот пробел. Разговор был бы продолжен, так как Гердс назначил Веберу встречу. Они условились об этом. Эта встреча так и не состоялась по известным причинам. Тогда-то мы и бросились охотиться за флюгером. Ну и что же? Вы нашли его? Кто им оказался? Вы? Я? Вы с ума сошли? И он. Ну и Драхвиц, конечно, тоже. Да-да, это так. В каждом из вас есть что-то от флюгера. И не важно, что ваша фамилия не флюгер. Окажись, вы на его месте, вы бы делали совершенно то же, что делал он. Нет флюгера пока мы не нашли. Может, он в Германии, может, еще в Америке, а может, уже подох. Но вы его двойники, и вы и Драхвиц. И то, что вы не он, только случай. Если уж говорить откровенно. Что случилось, Герлангут? Вам стало страшно? Действительно, это чудовищно. А почему, Герр Шлихтинг? Когда флюгер в России убивал людей, Драхвиц не только знал об этом. Он посылал ему приказы. Ну, а вы, доктор Шлихтинг, служили в лагерях? Думаю, что у вас тоже дел хватало. А вы, Герлангут, в списке главных военных преступников Чехословакии, судья, не знавший ни жалости, ни упреков совести. В 45-м году у нас была возможность сделать вывод. Но как мы воспользовались ею? Мы впустили в свой дом преступников, убийц, и усадили их за свой стол. Это и правда чудовищно. Мы позволяем Драхвицу командовать в полицейском управлении. Мы позволяем Ландгуту вершить правосудие. Мы не вздрагиваем, когда входим к Шлихтингу в зубоврачебный кабинет. А ведь руки Шлихтинга вырывали золотые зубы у замученных в лагере людей. Это действительно непостижимо. Но теперь расследуется убийство Герца. И как раз к этому случаю оба вы непричастны. Да. Смотрите, весь город спит. Словно вымер. Моя машина возле вашей. Я поставил свое рядом. Да чего? Ключ торчит. Садитесь и поезжайте в порт. Ваша моторная лодка на месте? Да. Там гаечный ключ. Ну, пожалуйста, не переусердствуйте. Для чего вам это нужно? Не ради удовольствия. Расходитесь по домам. Все равно ничего не увидите. На помощь! Помогите! Дайте пройти дорогу. Что здесь случилось? Ваш шеф. Его чем-то ударили. Пойдемте. В чем дело? Пойдите. Да подождите, это не он. Тот уехал в другой машине. Куда? Туда, в сторону порта. Извините, пожалуйста. Да что такое? Сообщите старшему советнику полю. А-а-а! 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 Стойте! Не то буду стрелять! Не стреляйте! А-а-а! Какого черта вы это сделали? Я застрелил его при попытке к бегству. Сначала выстрелил вверх, он продолжал все-таки от меня бежать. Вы же видели это и подтвердите. Я же старший советник юстиции. Вам снова придется вытаскивать будущего министра культуры. Но можно считать, что такого кандидата на эту должность не было. Мертв. Да. Кто стрелял? Шмидт. Преступник вас к этому вынудил? После моего выстрела в воздух он не остановился. Они это видели. Все верно. Ваш подчиненный, действуя на законном основании, убил уголовного преступника. И совершенно верно сказали в Эггерполь, что кража картин даже по законам того времени преступление уголовное. И в наши дни тоже наказуемо. В отличие от преступлений Лангута и Шлифтинга, которые давно прощены. Вук, естественно, не мог рассчитывать на оправдательный приговор. А вот так, так, конечно, для всех лучше без хлопот. Как же Вуку удалось бежать? Драхвиц не хотел поручать Вука полицейским и вышел с ним, чтобы отвезти в управление. Но Вук по дороге чем-то ранил его. Ах, бедный Драхвиц. И как же он? Отделался испугом. Ммм. Вы меня успокоили. А почему Вук бежал именно сюда? Ну, это совершенно ясно. Мне нет. Здесь у него моторная лодка. Да, но ведь до открытого моря еще 50 километров. А он, очевидно, не опасался погони. Но любопытно, что его здесь ждали. Это головоломка, которую предстоит решить вам, Герполь. Потому что уж это и правда дело полиции. По-видимому, да. Но для меня неожиданность. Я готов верить вам. Вы по-прежнему думаете, что не Вук убил Герца? Думаю, хотя Вук к этому имел отношение. Но вы не волнуйтесь. Я убийцу вам преподнесу сегодня уже вечером и на серебряном блюде. Разрешите предложить? Чудеса, да и только. Ваше здоровье. О, спасибо, и ваше. Вкусно? Очень приятно. Спасибо. Спасибо. КОНЕЦ Я поспала чуточку. А ведь на ложе Шерлока Холмса чувствуешь себя как в раю. Ну а что было в полиции? Ничего особенного, меня отпустили. Тебя спрашивали о картинах? Нет, не спрашивали. А ты тоже ни с кем не разговаривала об этом? Тоже. Но я позвонила Вуку. Да, вероятно, не нужно было. Но просто я думала, что... Что мой долг для него это сделать. Сейчас он уже покинул город. Будешь меня ругать? Я теперь твоя. Я свободна. Я свободна для тебя. Ты любишь меня, Жанат? Но во всяком случае влюблена. А ей для начала этого не так уж мало. Ты удивительно даровитая комедиантка, Жанат. Что это должно значить? Что это должно значить? Я восхищаюсь твоей игрой. Жаль, что судьба свела тебя с Вуком. Очень жаль. Наверное, из тебя могло что-нибудь получиться. Ты думаешь, я не искренне в чувстве к тебе? Да нет, почему? Значит, ты веришь, что я увлечена? Еще как. Уж если ты возьмешься за работу, то выполняешь ее с неослабевающим увлечением. За работу? Ты не могла допустить, чтобы я усомнился в твоем чувстве. Но вот ты в себе его и раздула, это чувство. Нет, ты, конечно, удивительно даровит. Но все-таки для чего я это делала? Во-первых, для того, чтобы я ничего не рассказал в полиции о находке. Ну и, конечно, для того, чтобы подготовить наше любовное свидание. Способ, уже испытанный тобой. Когда нужно кого-то убрать, как герцог, ты приходишь в гости. Я просто хотела сигарету. Возьмите, пожалуйста. Думаете, я действительно не расстаюсь с пистолетом? Сейчас здесь все так же, как в тот вечер, когда я в первый раз вошел в эту комнату. Даже примята постель сегодня совершенно так же, как тогда. Вы убежали отсюда за несколько минут до моего прихода. Когда я вошел, герц сидел в этом кресле. На лице ни тени ужаса или мучений. Более того, оно было поразительно довольным, умиротворенным, как это ни абсурдно. Значит, смерть подкралась к нему из-под тишка. Он не ждал удара ножом. И, вероятно, был в очень хорошем настроении. Но ведь для того, чтобы нанести такой удар ножом, убийце пришлось подойти совсем близко. И он подошел. Я говорю, условно он. Это была дама, которая его обнимала. Но вы вступали в единоборство с ягуаром. Что ж вам какой-то герц? Вы узнали, что в его коллекции есть документы против Вука. И вы поняли, что герц опасен не для врача, концлагеря Шлихтинга, не для штурмбанфюрера СС Драхвитца, не для военного преступника Лангута, давно реабилитированных, а для Вука, уголовного преступника Вука, укравшего картины. Вы решили, что коллекция должна исчезнуть. А когда увидели, что украдены копии, вы решили, что должен исчезнуть герц, который мог все восстановить по негативам. Останется он в живых. Вы спрятали магнитофон рядом с этим номером. Вы записали на пленку слова угрозы и верно рассчитали, что их припишут мне, следовательно, и убийство тоже. Зная, что в тот вечер меня ждут, вы приготовились. Это была остроумная затея с магнитофоном. Тому, кто схвачен в комнате убитого, бесполезно оправдываться, особенно если нужно иметь дело с шефом полиции Драхвицем. И все шло у вас как по маслу. И спор был услышан. И полиция явилась тут же, только я успел удрать. И вот я пришел к вам. Вы укрыли меня от полиции. Вначале мне показалось это причудой очень избалованной дамы, хотя уже на завтра я понял, что это смелый расчет. Так как я нарушил ваши планы и не был схвачен здесь, вы решили несколько иначе обезвредить частного детектива из Гамбурга, то есть очаровать его, чтобы было удобнее следить за ним. Я не хочу сказать, что сразу почувствовал недоверие к вам. Оно пришло позже. Я не могу сказать, что вы очень ловко внушали мне подозрения против хозяина отеля. Вы сказали, например, что он мог знать, когда я приеду, так как будто бы слышал все, что вам говорил Герц во время дружеского обеда. Но вы почему-то не придали значения тому факту, что не только хозяин об этом знал, но и вы тоже. Да, в тот день вы мне подарили то, что я искал. И я умышленно посвящал вас во многое. Взял вас с собой на вокзал и при вас вынул негативы из ящика. Как вы, наверное, смеялись над наивностью вашего Шерлока Холмса. Когда я исчез после случая на охоте, вы наверняка сходили с ума, не зная, что делать. Тем более, что действительно не понимали, кто меня мог убить, кроме вас. Но вот я снова появился. В первую же секунду я увидел вас во всем блеске вашего таланта. Вы затеяли со мной рискованную игру, в которой рассчитывали взять выигрыш. Меня. Эту комедию я взялся исполнить вместе с вами. Небескорыстная и неисклонность к представлению. Мне от вас тоже кое-что было нужно. Я хотел, чтобы вы меня привели к тайнику с картинами. Я ведь уже знал, что остадо, которого я видел в вашей квартире, не копия, а оригинал. Это картина в списке похищенных. Но не в том, который я вам показал, а в другом, привезенном мною, действительно, из Берлина. Слушайте меня внимательно. Все, что у меня есть против вас, может быть подтверждено только косвенными уликами. Но маленькие остады в вашем доме полноценная улика. Да, конечно, это вы мне показали дорогу в подвал. Но вы не думали, что я найду тайник и были спокойны. А когда я нашел его, то оказался не в меньшей опасности, чем Герц. И как Герц был уже приговорен. У вас еще есть такая возможность, но здесь и сию минуту... Опомнитесь, Вебер, что вы городите? Какая-то дикая фантазия. Хорошо. Ну, а это? И это тоже фантазия. Чего ж вы ждете? Вы так любили Вука, Жанет, что стали из-за него убийцей. Он мой муж. В те несколько часов, что вы меня ждали, кое-что произошло. Ваш муж погиб. Это вот и есть убийца. Арестуйте. Возьмете факелы? Да, немного позже. Мы можем ехать. Вы в самом деле нас покидаете? Да. Не посмотрите наш праздник? Угу. Что же делать? Работу своего успешно закончили. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Я вас приветствую сегодня в этом городе, не только как депутат Бундестага. На меня возложен приятный долг передать участникам встречи наилучшие пожелания от нашего министра обороны и заверить вас, что ваши ежегодные встречи нам по душе. Мы глубоко тронуты верностью традиций, которые уже много лет свидетельствуют о вашей приверженности прошлому. Этот старый достойный город, в котором жив истинно германский дух, прекрасное место для ваших встреч. Он напоминает нам о далеком, полном событии, не всегда счастливом, но великом прошлом нашей нации. Поверьте мне, в Бундестаге у вашей организации много друзей. Она рассматривается в Бонне как союз сильных. Мы намерены покончить со всякими сентиментами и будем выступать за полное равноправие всех, кто раньше служил в СС. О представлении им на равных с другими правах военной пенсии. Это задача огромной важности. Речь идет о том, чтобы продолжать дело наших отцов. А для этого нам понадобится каждая рука, и рука солдата особенно. Пусть же эта цель живет в нас. Пусть она пылает в наших сердцах, как тысячи и тысячи факелов, которые вы зажгли сегодня, друзья мои. Ну и что же в итоге? Мы нашли убийцу Герца. Это было нелегко. Но чего мы этим добились? А чего можно достичь усилиями двух-трех человек? Что они против этого? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok